Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы Сегмент DIY на российском рынке. А именно, как продавать и зарабатывать на товарах категории «Сделай сам». Сразу, я так понимаю, люди постарше, у которых есть пионерское детство, сразу возбудились немножко, сразу встрепенулись, потому что «Сделай сам». Даже журнал, я помню, у меня в детстве такой был «Сделай сам». Это очень интересно. Я представляю сегодняшних гостей. Это Виктор Кузнецов и Николай Гудовских. Они основатели и акционеры компании «Всеинструменты.ру». Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Ну, спасибо, что вы к нам пришли. И для наших с вами слушателей, я напомню, у вас, уважаемые слушатели, есть возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого существует телефон в студии, телефон прямого эфира, 6510996, код Москвы 495. Также вы можете воспользоваться интернет-ресурсом. Это сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Я думаю, что вопросов действительно достаточно много по этой теме, очень может быть. И изначально, да, мы говорим, что категория «Сделай сам», включая, да, все те виды деятельности, которые, в принципе, человек может делать своими руками. Я еще раз, извините, уж во вступлении вспомню детство золотое, что называется, да. При Советском Союзе, ну, как бы мы к нему не относились, вот с этой точки зрения, ну, мало было, да, того, мало было возможности, точнее, купить что-то себе готовое, да, что удовлетворило бы твои требования. Очень часто приходилось самому браться за молоток. Ну да ладно, давайте начнем разговор. Первый вопрос. Первый вопрос у меня, да, традиционный. Что это такое, что за категория товаров, что за бизнес? Давайте начнем на него отвечать. Кто начнет, Николай? Виктор? Давайте я начну. Все инструменты. Мы, соответственно, представляем интернет-магазин, все для дома, дачи, строительства и ремонта. Начинали мы с инструментального сегмента, дальше уже двигались в полный сегмент DIY, добавляя следующие категории. Как вы правильно сказали, в России исторически достаточно много людей любят и делают все своими руками. Ну, кстати, вот еще раз, да, я хотел бы от вас услышать ваше мнение. Почему это так? Потому что россияне, наши с вами соотечественники, очень любознательные ребята, они любят, так сказать, да, что-то произойти. Или действительно вот пресловутый советский дефицит заставил нас там в какой-то момент жить? Я думаю, и первое, и второе. И первое, и второе. Если мы посмотрим, как мужчина выбирает инструмент, это все равно, что дамы выбирают одежду. Это песня, да. Да, здорово, здорово. Тогда, Виктор, если можно поподробнее, вот DIY, ну, это аббревиатура английская, да, которая в буквальном переводе «сделай сам». Откуда взялась вообще эта идея сделать сам, ну, я имею в виду в мировом масштабе, я так понимаю, что это заимствованная во многом, да, тоже тема. Как это родилось? DIY, do it yourself, делай своими руками. Это сегмент создания уюта вокруг себя. То есть сюда входит все, начиная от инструмента, строительных материалов, отделочных материалов, электротехники, светотехники. Все, что может нам помочь создать уют вокруг себя, создать наш дом, создать наш быт, все, что с этим связано. То есть в основном, да, мы говорим именно вот о том, как мы наполняем собственное жилище, да? Николай. Да, да, вы абсолютно правы. Олег. Do it yourself, относительно уже зарекомендовавшийся рынок, он появлялся в Америке в таком формате еще где-то в 20-е, в конце 20-х годов. Прошлого века, да. В Европе первые, соответственно, магазины do it yourself в текущем формате появлялись в 60-х, 70-х годах. Тема действительно была одной из самых быстро развивающихся. Вот, был очень большой спрос. И на самом деле, честно, мы сами даже немного удивлены, почему тема так поздно пришла в Россию. В России действительно эта тема очень востребована. Мы видим, что наши соотечественники очень хорошо понимают, как бы электроинструмент, понимают, что им можно сделать, как им сделать. Я понял. Коля, а скажи, как поздно она пришла? Ты говоришь, очень поздно. Когда вообще появилась эта история, да? Если можно говорить, вот рынок возник в России, да? Рынок сделай сам. Традиционно рынок сделай сам был еще в Советском Союзе, но в современном европейском варианте. Я считаю, что он возник с приходом европейских гипермаркетов в Россию в середине 2000-х годов. То есть они пришли сюда и принесли эту, можно сказать, культуру какую-то, да? Да, вы абсолютно правы. Это можно назвать культурой. Этот формат, этот формат. Но я знаю еще, если даже отслеживать представителей европейского бизнеса, если крупнейший магазин, мы же не будем их называть, то понятно, о чем идет речь. То там помимо непосредственно предложений для того, чтобы сделать что-то своими руками, есть еще много других предложений для того, ну, я имею в виду, что можно купить что-то готовое и, видимо, создать своими руками некий интерьер, да? Забавно, я вот прочел в интернете, что российский вариант, ну, это, видимо, особенность какая-то, да? Российский вариант сделай сам. Звучит так, сделай это для меня, сделай это для меня. Есть такая особенность, как ты считаешь, Витя? Сделай это для меня? Да, да. Возможно. Угу. В зависимости от того, какие цели... Ну, то есть это связано с тем, что, да-да-да, вот если мы берем, там, допустим, ну, стандартную задачу, мне надо отремонтировать собственную квартиру, да? Я могу это сделать своими руками, все, начиная, там, я не знаю, да, от самых, что называется, общих грязных работ и заканчивая непосредственно уже, там, дизайном помещения. Либо я нанимаю профессионалов это дело, да, словом профессионалов в кавычки поставим, да, понятно, что там есть более профессиональные мелани, профессиональные. Но я сам, тем не менее, для них, да, вот я сам для них предлагаю, что мне нужно, ну, условно говоря, обои мне нужно поклеить, но я вам выберу, я привезу тебе обои, я знаю, какие. Или мне нужно, там, да, что-то вот такого цвета сделать или в таком ключе сделать. Ну, я сам, и я поеду как раз вот воспользоваться. Если так рассматривать, конечно, DIY, он достаточно большой, и если мы говорим про основного покупателя, то это как B2C, то есть как физлица, так и B2B, то есть юридические лица как раз строительные, отделочные, производственные компании, которые создают для клиента. Для клиента, да. Ну, то есть вот в этом случае, да, и можно так корректно назвать, сделай это для меня. Да? Да, ну, сделай это для меня, это тоже текущий популярный формат, который начал развиваться в Америке с большим количеством домохозяйств и малонетажного строительства, вот. В России популярны, на самом деле, как бы оба формата, то есть традиционный do-it-yourself, он включает в себя, грубо говоря, do it for you. Вот, мы видим, на самом деле, большие перспективы, как бы, и в первом, и во втором, и грань, на самом деле, между ними очень нечеткая. То есть отдельные люди это спокойно, как бы, решают сделать самостоятельно и получают удовлетворение от этого, вот. А для кого-то отдельные аспекты достаточно сложные, и он пытается их передать профессионалу. Профессионалу, да. Ну, и еще раз, вот вопрос этот прозвучал уже, правда, мы обсуждали его с точки зрения, там, нашего советского прошлого. Но, а в принципе, да, если, так сказать, вспомнить то, о чем вы говорили, появилась эта идея, делай сам, и быстро-быстро прижилась и в Америке, и в Европе, и у нас сейчас, я так понимаю, тоже это пользуется популярностью. То есть основной мотив, почему я, да, не заказываю от и до, под ключ все, да, у какого-то, так сказать, профессионала, а все-таки, да, в какой-то момент включаюсь сам в этот процесс. Основной мотив какой? Это, опять-таки, жажда некого творчества, или все-таки я пытаюсь сэкономить? Наверное, все-таки это дешевле пойдет на круг. С точки зрения традиционного do-it-yourself, это желание сэкономить. Но с учетом, как бы, того, что, как бы, мы видим, вот, с учетом нашего клиента, мы видим, что действительно в России очень, как бы, много креативных людей, вот, которые обучены, действительно, как бы, очень много делать своими руками, и у них действительно это получается. То есть это не то, что там повесить полку, а я видел, как люди, в принципе, на коленках делали очень хорошие, как бы, результаты, вот, поэтому это были обеспеченные люди. Поэтому я считаю, что... Ну, то есть, в частности, если говорить об обеспеченных людях, да, то вряд ли у него задача, ну, хотя любой человек-то в здравом, что называется, разуме пытается сэкономить, но вряд ли у него именно задача первая такая, да? Нет, это именно, на самом деле, призвание, это просто нравится. Каким-то образом самовыражается, да, правильно? Да, для многих это отдых, для многих это творчество, это выплеск эмоций. Эмоций, да, адреналина, да. Потом, наверное, все-таки, приятно, я так представляю это, что, да, я сделал полочку своими руками, вот она у меня на стеночке висит, друзья пришли в гости, я говорю, ребят, смотри, вот это я сам сделал, да не может быть, это ты купил. Потому что сделал сам всегда дороже. Да, конечно. Это гордость. Это гордость, да, да, да. Кстати, если говорить вот о том, что это повод для самовыражения, есть, может быть, какая-то статистика, или вы, может быть, там, каким-то образом, да, смотрите, как профессионалы, чаще все же кто обращается, мальчики или девочки, мужчины или женщины? Вы знаете, если говорить конкретно про наш сегмент, наш сегмент более инструментальный, то это, конечно, мужчины. Это то, что непосредственно сделай руками, да, вырежь, там, забей и так далее. Да, да. Если говорить про то, как идет выбор при ремонте, то здесь непосредственно участвуют дамы. Ну и рулят, наверное, да? Рулят, и основной потребитель, это, конечно, дамы. Это женщины. Ну это вполне логично, если говорить опять о том, что, да, забота о дизайне помещения наверняка тоже на девочках лежит. Огромное спасибо. Ибо сейчас мы проведемся с вами, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжим. Продолжим наш эфир, уважаемые слушатели, бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Виктор Кузнецов и Николай Гудовских, основатели и акционеры компании Всеинструменты.ру. А говорим мы с вами сегодня о неком сегменте, аббревиатура английская DIY, который, ну, в буквальном переводе обозначает «сделай сам», как, собственно, продавать, зарабатывать на товарах этой категории, ну и как этот рынок сейчас представлен в России. Итак, давайте продолжим наш разговор. Ну, видите, собственно, вопрос традиционный. Вы занимаетесь этим бизнесом, но у вас, я так понимаю, технологически несколько иная история, да? Ведь мы вспоминали сейчас о больших, пришедших сюда, о крупных магазинах, но они, что называется, оффлайновые, да? А вы занимаетесь иначе этим бизнесом. Расскажи поподробнее, пожалуйста. Да, все инструменты.ру – это именно онлайн-магазин, и изначально мы создавались только как онлайн-гипермаркет. Последние два года мы… Ну, смотри, онлайн-гипермаркет, и вы задачу себе поставили, что мы будем торговать именно вот этими товарами. Или всем чем угодно вы планировали торговать? Мы изначально планировали сразу взять сегмент все для дома, дачи, строительства и ремонта. И для нас было важно, чтобы действительно покупатель, приходя к нам, мог понимать, какие задачи мы решаем. То есть не распыляться, а идти в конкретную нишу. Если мы говорим про то, как компания развивалась, и сегодня все инструменты.ру – это именно e-commerce, это интернет-магазин. Безусловно, для нашего покупателя важно, чтобы была офлайн-точка, куда можно прийти, посоветоваться, может быть, забрать товар. Но в первую очередь все инструменты.ру – это онлайн-сайт, на который все приходят, выбирают, ищут и так далее, и так далее. Ну, смотри, вот я тоже подумал о том, что, наверное, есть логика, если мы говорили, да, что одной из важных мотивационных составляющих есть самовыражение, творческий процесс. Ну, представьте, да, вот я вошел на ваш ли сайт или какой-то другой, выбрал то, что мне нужно, но мне, конечно, захотелось бы, да, во-первых, потрогать руками это все, я не знаю, на зуб, да, на глаз. Если это предметы интерьера, да, то каким-то образом вот приложить их там к стене. Вряд ли на сайте это можно сделать, то есть нужна действительно оффлайн-точка, да? И она у вас есть. – Да. – Она одна? – А у нас более 60 магазинов по России. Соответственно, если мы говорим для регионов, для них наиболее принципиально не просто получить товары и потрогать их, а также и знать, что в вашем городе есть место, куда можно прийти, где, соответственно, можно получить консультацию, дать обратную связь. Ну и, безусловно, это доверие. – Ну вот это технология онлайн-магазина. Понятно, да, что мы в 21 веке живем и практически, ну, повторюсь я в очередной раз, да, все, подавляющее большинство гостей, которые в этой студии оказываются, они каким-то образом связаны с интернет-технологиями, ну, потому что смешно, да, от этого отказываться, если, собственно, вся жизнь сейчас переходит в онлайн. Так вот, специфика ведения этого бизнеса какая-то существует, да, вот на чем основан этот самый бизнес, в частности, вот продажи каких-то товаров, услуг именно в онлайн-режиме. Специфика какая-то есть у вас? – Что вы имеете в виду принт-спецификой? – Ну, подпи, вот есть офлайн-магазин, есть онлайн-магазин. Как этот бизнес выстроить так, чтобы он стал рентабельным? – Е-коммерс развивается и активно растет за счет, как я считаю, двух основных конкурентных преимуществ. Первый – это высокий, большой ассортимент, широкий ассортимент. Второй – это низкие цены относительно офлайна. Это два основных драйвера роста. Безусловно, там, третье – это удобство, то, что вы можете сидеть дома за чашечку. – Выбрать, да? – Выбрать то, что вам нужно. Вам это привезут, покажут, расскажут полностью от и до. – А за счет чего вы добиваетесь вот этого демпинга, да, этого, ну, не демпинга, хорошо, а за счет чего ваши цены дешевле, чем в офлайновых магазинах? Почему это так? – Здесь, на самом деле, вопрос в оптимизации, как бы, бизнес-модели. Вот, действительно, мы, помимо того, что добиваемся, как бы, издержек, мы никогда их не добиваемся за счет понижения клиентского сервиса. То есть мы искренне считаем клиентский сервис, все инструменты очень, как бы, сильным. Вот, и мы никогда не идем, как бы, на снижение издержек, если это будет бить по нашим клиентам. – Ну, вот крупные, крупные офлайновые магазины, да, о которых мы сегодня уже упоминали несколько раз, они конкуренты вам? – На самом деле, Олег, я считаю, они находятся, как бы, немного в другой нише. Они продают огромное количество номенклатуры из разных категорий, вот. Мы же очень глубоко осваиваем, как бы, наши категории, и в результате у нас на сайте, как бы, все инструменты.ру потребитель может найти действительно очень специфическое решение, которое нужно именно, вот, конкретно для решения, как бы, его проблем. То есть мы понимаем, что вообще рынок электроинструмента – это очень огромный, как бы, рынок, и, там, количество категорий, количество, соответственно, единиц в каждой категории очень велико, они все действительно уникальные, то есть это не продукты-заменители. И, кроме этого, для них существует, как бы, огромное количество, как бы, оснастки, вот. Именно поэтому мы как раз и предлагаем потребителям… – А ведем мы речь именно об электроинструментах, я так понимаю, да? Преимущественно, по крайней мере. Вот это ваш конек, электроинструменты. – Это один из наших коньков, это основная категория. – И в этом случае вы имеете очередное преимущество перед, вот, гипермаркетами, что называется, да? – Да, если говорить о основной категории, это как раз электроинструмент, бедный инструмент, станки, станочное оборудование и силовая техника. – И в этом случае, да, мы говорим о том, что вы уж в этом материале достаточно глубоко. – Да, мы действительно считаем, что если мы фокусируемся на этой нише, вот, то надо быть, как бы, лидерами в этой нише, вот, иначе, как бы, смысла нет просто-напросто. – Я бы даже добавил так, учитывая основные конкуренты и преимущества e-commerce, если вы хотите выходить в какой-то рынок, то вам просто необходимо предлагать, широкий ассортимент, предлагать хорошую, качественную экспертизу, и только тогда вы сможете развивать этот сегмент. – То есть изначально, да, вот я планирую заняться каким-то делом, ну, неважно чем. То есть я, во-первых, да, должен быть профессионалом, знать о том, что я собираюсь продавать, да. А за счет чего-то широкий ассортимент, вот, широкого ассортимента вы можете добиться, если вы, ну, условно говоря, там, торгуете только электротоварами. То есть внутри этого сегмента, да, широкий ассортимент. – Да, на самом деле, внутри сегмента, то есть мы видим, например, наши крупнейшие, там, партнеры, тот же самый, например, там, Bosch, они имеют в своем ассортименте чисто электроинструмента, там, порядка, там, трех-четырех тысяч артикулов. Вот, и они действительно, каждый, там, предназначен для выполнения определенного своего типа работ. Вот. Именно это мы, там, позволяем нашим клиентам, то есть подобрать не какое-то, как бы, более-менее универсальное решение, а подобрать именно то, что нужно только себе. Потому что каждый человек уникален, вот. И мы хотим, чтобы он был действительно, как бы, счастлив. – Подожди, каждый человек уникален, это понятно. Ну, то есть он, получается так, что инструмент, который подойдет одному человеку, не подойдет другому человеку. – На самом деле, так действительно может быть. – Серьезно? – Да. – То есть инструмент – это не средство, какую-то задачу решить, а это как-то с другой стороны вы подходите к этому. – Олег, на самом деле, если вы, например, выполняете какой-то, грубо говоря, популярный вид работ, например, сверлить дырку в селе, вот, то там существует, например, там, вероятно, там, вариантов 10, там, 20 инструментов, вот. Но если вы, например, хотите вырезать, там, грубо говоря, там, розочки, там, в дереве, вот, это действительно уже требует, там, творческого подхода, как бы, и широкого, там, – Ну, то есть решение этой задачи нужен вот какой-то конкретный, из этих двухтысячных именований, только один может, да, там, – Максимум два подойти, да? – Это интересно, и, соответственно, общаясь только с помощью, ну, в начале, по крайней мере, да, общаясь только через сайт, вы уже можете каким-то образом эту задачу решить, ну, и как минимум посоветовать что-то, да? – Да, конечно. Но на самом деле ассортимент без правильной системы подбора и ориентации в этом ассортименте, он бессмысленный. Именно поэтому наша команда там занимается, как работает внутри сайта, вот, так и работает, соответственно, с клиентами. Потому что большой хаотический ассортимент, ну, согласитесь, это вещь себе. – Ну, конечно, это просто можно запутаться элементарно. – При этом важно не просто структурировать его, а еще и объяснить, помочь, показать, что можно, как можно. И, соответственно, в этом плане, может быть, клиент придет и хочет одно, но он думает, что он не знает, как это можно решить. – Да, как это реализовать. – И в этом случае вы подскажете, да, уже. Он, может быть, действительно планировал одной дорогой пойти, да, а оказалось, что это не совсем так, надо сворачивать на другой. – Есть гораздо быстрее. – Да-да-да, есть путь гораздо короче. – Это нормально, это нормально. – Хорошо. Ну, в этом случае логично предположить, да, что в вашей команде, я уж не знаю, из какого количества профессионалов она состоит, да, значит, есть люди, вот, как минимум, имеющие профессиональные навыки, да, навыки коммуникаций. Вот проблема кадров есть, она существует для вас, Конгрен? – На самом деле, компания, как бы, росла интенсивно, вот, но проблему кадров мы старались, как бы, решать за счет, во-первых, внутренних ресурсов, в первую очередь, вот. Во-вторых, мы пытались, мы действительно брали людей, команда, это очень важно, мы брали людей, там, фанатов своего дела, вот. – Где вы искали этих фанатов-то? – Ну, я не случайно вопросы задаю, понятно, что профессиональный кадр, сейчас проблема, да, одна из важных на рынке Российской Федерации, в принципе, вчера вот мы, в частности, встречались, ну, в очередной раз с представителем, как раз, агентств, который оказывает услуги, там, по найму, и в очередной раз эта идея подтвердилась, да, профессионал, вот, с большой буквой, что называется, это вещь такая достаточно востребованная всегда. – А где мы искали профессионалов? – Профессионалов мы искали на рынке. – Где находятся профессионалы? Расскажите, пожалуйста, где они лежат? – А, вы знаете, тут важен еще такой факт, что не так важен, возможно, профессионализм, как важна именно личность сотрудника, то, что он подходит. – Ну, то есть, какими он должен качествами обладать, чтобы вы его взяли на работу? Вот профессионализм не важен, да, вы, вот, я пришел к вам, мне очень хочется устроиться, но я не умею, не владею и знаниями, и опытом, да, вот, в сфере электроинструментов, но у меня есть огромное желание. – Желание развиваться, желание быть полезным, сделать результат для этого мира. – Для этого мира? – Да. – То есть вы глобальными категориями такие мыслите, но это нормально. – Это нормально. – Да, дальше. – А если говорить, кстати, о компании, то в компании два основных постулата. Первый – это клиентоориентированность. Действительно, если мы работаем, мы тратим на работу 70% своей жизни, и ничего не делаем полезного, то зачем мы здесь? А второе – это команда. То есть во всех IT-компаниях, если мы посмотрим, таких действительно успешных, есть своя аура, своя сильная, яркая, громкая корпоративная культура. И это важно. Так же и все инструменты. Потому что компания молодая, компания яркая, компания драйвовая. – Смотри, вот корпоративная культура, о чем идет речь? Понятно, слова красивые такие, они тоже пафосные, все такое романтическое. Но тем не менее, что такое корпоративная культура? Это свод правил каких-то, вы говорите. Вот если ты к нам на работу приходишь, то ты должен делать это, 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 а вот это никогда не должен делать. – Это даже больше не то, что должен делать, а то, как ты должен себя вести. – Это интересно, смотрите, давайте прервемся, послушаем новости на Финам. ФМ, оно продается. – Итак, продолжаем наш эфир «Бизнес-класс» на Финам. ФМ, я Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы мы обсуждаем сегмент на российском рынке, который называется DIY, и в переводе с английского «Сделай сам». Как продавать, зарабатывать на товарах этой категории, рассказывают нам сегодня мои гости, еще раз я их представлю, это Виктор Кузнецов и Николай Гудовских, основатели и акционеры компании «Всеинструменты.ру». Уважаемые слушатели, для вас я напомню, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, задать вопросы сегодняшним гостям, тем более, видите, они действительно практически все знают, ну, как минимум, в «Электроинструментах». Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.фм». Звоните, пишите, задавайте вопросы, ну, и мы продолжим тему, Виктор, вот мы коснулись как раз идеи, как строится корпоратив, ну, и даже не так, что такое это самое корпоративная культура, на чем она базируется, как ее потрогать руками, что это такое? В первую очередь, если мы говорим про компанию, то очень важно понимать стратегические цели, то есть цели и миссию компании, то есть до чего она вообще создана, что она делает, какое она в Элью создает для людей. Я прошу прощения, я тебя перебью, вот вопрос, у меня сразу, ответ на языке вертится, для чего создана компания? чтобы зарабатывать деньги, нет? Нет. Хорошо. Я убежден, что бизнес, который создан, чтобы зарабатывать деньги, он не будет успешен в долгосроке. Он может кратко зарабатывать, но долго жить не будет. А если мы говорим именно про IT-компании, то здесь важно понимать, что ниша, индустрия, она достаточно молодая. В индустрии много молодых, ярких кадров, которым важно действительно понимать, что они делают, что они создают. Там основной мотиватор, это не деньги, это как раз интересные задачи, масштабные задачи. Это как раз результаты, которые они могут добиться. То есть возможность самореализоваться, может быть, в какой-то степени, да? Да, да. Вклад в общее дело. Это основной мотиватор как раз для молодых, ярких сотрудников. Ну и, соответственно, корпоративная культура, о которой мы заговорили, она предполагает некие вот эти мотиваторы. Один из них, первый, я так понимаю, да, это миссия, миссия. Мы несем миру, да, мы несем людям радость, счастье, удобство, да? Как, Николай, как это сформулировать? Тут важно, тут важно, Олег, что не просто, это не просто слова, да, это то, с чем люди приходят, развивают, живут. Например, все инструменты, миссия компании помогать людям в реализации их идей. Мы действительно стараемся создать для людей возможность воссоздать уют вокруг себя. И это важно. С этим приходим, уходим, работаем, трудимся, и, соответственно, каждый в компании, когда он трудится, он должен понимать, для чего. Ну, то есть, вот это вот та самая миссия, на которой корпоративная культура строится. а по поводу молодого бизнеса, ну, в принципе, айтишного бизнеса и людей, которые вас окружают, ну, на самом деле, и вы сами-то достаточно молоды, то есть, это тоже, да, некая такая специфика, связанная с тем, о чем мы сегодня говорим. Молодежь в основном, да, я так понимаю, этим занимается? А на сегодня, конечно, айти индустрия, она там не такая, чтобы старая, а если говорим про интернет, то мы знаем, чуть более 20 лет, соответственно, конечно, молодежь, тут основной локомотив и драйвер. Кстати, если мы вновь, давайте попробуем об этом поговорить, мы вновь вернемся к разговору о некой конкуренции на этом рынке, на рынке подобных услуг, Николай говорит, что в принципе оффлайновые магазины это не конкуренция, у них другие задачи, да, они, так сказать, задачи свои решают другими способами, другими целями, а вот на рынке онлайновых услуг есть у вас конкуренция? Олег, на самом деле конкуренция, естественно, есть, вот, мы уважаем наших конкурентов, вот, мы видим, что конкуренция на самом деле усиливается с каждым годом, и что на самом деле действительно нам уже очень нравится, что каждый конкурент обретает определенную свою там специфику, действительно, как бы лицо, вот, то есть, если раньше в интернете было много совсем как бы однотипных, однородных компаний, вот, которые действительно, к сожалению, там не всегда делали там достаточно сервис, вот, либо отличались друг от друга, и поэтому было недоверие к интернету, то сейчас появляются уже сильные конкуренты, у них у каждого как бы есть свое лицо, вот, у каждого есть определенные, как бы, свои компетенции, благодаря которым, вот, то есть каждый свою нишу занимает, что ли, да? Да, то есть есть у каждого так или иначе свои потребители, то есть кто-то, например, там больше делает как бы упор, например, там на все-таки там оффлайн, вот, там на точке выдачи, вот, кто-то делает больше упор, там на компетенцию специалиста, вот, кто-то пытается делать упор, там на, там яркость, там сайта, там и, там интересный, там рекламный слоган, а вы на что упор делаете? Вот ваше, ваше конкурентное преимущество, если опять говорить о том, что вот есть некое, да, количество занимающихся, компаний занимающихся примерно одним и тем же, да, вот, ну, в частности мы говорим об этом сегменте рынка, вот, и у каждого есть некое конкурентное преимущество, вот, Николай несколько их перечислил, а ваше конкурентное преимущество? Ваше конкурентное преимущество, это низкие цены и широкий ассортимент, это вот основные наши драйверы. Я понял, то есть в этом случае, в этой точке, вы отличаетесь от тех остальных? Да, да, это действительно наша отличительная особенность, вот, но это все родилось там благодаря яркой фокусированности, вот, и это родилось благодаря клиент-ориентированности, потому что лучшее, что нужно клиенту, кроме самого клиента, никто не решит даже. Сложно представить, да, что нужно клиент, кроме, согласен. Так, теперь давайте посмотрим немножко, немножко шире, да, диапазон, в географии я имею в виду, вполне очевидно, ну, опять-таки, я думаю, ваш бизнес не будет исключения, вполне очевидно, да, что вот есть столица Москва, есть, ну, Санкт-Петербург, есть там крупные города, здесь наиболее продвинутые, не хочу никого обидеть, но тем не менее, да, ну, исходя из статистики, наиболее продвинутые жители, у них у всех, как правило, смартфоны, там, я не знаю, планшеты, все что угодно, они все время в интернете, значит, замкат, поехали дальше, дальше, да, с интернетом все хуже, с интернетом все хуже, совсем плохо с интернетом, да, и вполне логично, я так предполагаю, вы, может, со мной не согласитесь, я буду рад, и вполне логично предполагаю, что чем дальше от столицы, тем именно онлайн-услуги менее востребованы, вот вы в регионах каким-то образом представлены, работаете вы там, или вы говорите, нет, туда соваться бессмысленно, что там просто с интернетом проблем не говоришь, а все остальное. Олег, на самом деле, как бы вы правы, вот, в регионах мы действительно работаем, у нас большое количество магазинов в Центральном, Уральском, Южном и по Волжье, вот, что касается регионов, то на самом деле, если в Москве инструмент это в первую очередь желание, как бы сделать свою жизнь, как бы ярче и сделать что-то своими руками, то во многих регионах инструмент, он просто, как бы, жизненно необходим, потому что люди многие живут там в частном секторе, то есть это, собственно, как бы, малотажное строительство, вот, действительно, к сожалению, как бы, часть фонда жилищного находится в очень упадочном состоянии, вот, и кроме как своими руками, да, больше надеяться-то некого, да, никто не придет, не поможет, не, вот, поэтому просто, действительно, есть, как бы, вещи, которые там в Москве их там покупают, грубо говоря, как хобби, а, соответственно, в регионах это, на самом деле, как бы, must-have. Это жизненно необходимость, это жизненно необходимость. А если говорить про онлайн, то здесь вы тоже абсолютно правы, но сегодня регионы это основной драйвер, основной рост компании и всех, наверное, е-комерс компаний, потому что Москва, в принципе, по интернет-торговле так достаточно насыщена. Насыщена, да, Москва, Питер. То есть можно говорить, что вот, ну, в частности, столица и Санкт-Петербург, во-первых, две столицы, да, так уж их принято называть, то есть у них, как бы, вот это уже определенное присыщение. Да, присыщение уже есть, то есть уже они наполнены, как бы, вот этими идеями, да, спрос, предложение здесь, и вынуждены вы, ну, исходя из ваших бизнес-планов каких-то, уже посматривать в регионы. Да, регионы, они как раз только еще начинают проникаться доверием, как раз для этого и нужен интегрированный формат оффлайн-онлайн. А есть подход разный, допустим, ваш клиент в Москве живет, да, ну, понятно, что он мотивирован иначе, но подход имеется с точки зрения, вот, принятия решения, да, вот, москвичи, я знаю, обращаются в интернет-магазины, да, и для них просто это, ну, проще, по крайней мере, да, у них больше доверия, да, заказать в интернет-магазине, дождаться доставки и так далее. А вот в регионах, например, да, то есть в интернет-магазине доверяют меньше, и именно по этой причине больше популярностью оффлайновые магазины. Ну, потрогать руками, понюхать, на зуб попробовать. Олег, это на самом деле вопрос в инерционности мышления, то есть как только мы что-то уже, как бы, начинаем понимать, как бы, нам это нравится пользоваться, естественно, мы, как бы, сразу начинаем это использовать. А инерционное мысление, оно что зависит? От того, что это регион? Инерционность, она зависит, скорее всего, от того, насколько это просто сделать. Вот. То есть, что касается, как бы, нашей тематики, то действительно, есть сдерживающие факторы, как, соответственно, интернет-факторы, так, соответственно, и сами инструментальные факторы. То есть, так или иначе, обязательно, как бы, для инструмента, например, как бы, нужен сервис. Вот. Без него инструмент, не дай бог, он сломается. Серьезно, да, совершенно верно. То есть, если, например, одежду мы можем там просто-напросто отправить с распределительного склада, то здесь там поддержка потребителя должна быть. То есть, это не продал, как бы, забыл. Это продал, как бы, и ты ответственен за него, потому что инструмент надо обслуживать, вот. Ему надо покупать там расходные там части материала, вот. Нет, подожди, я все-таки, нет, я с тобой абсолютно согласен, но с другой стороны, я продал и забыл. Я продал и забыл, потому что я продал. Но с другой стороны, да, я рассуждаю как, я не должен забывать, потому что это, а, ну, во-первых, да, надо же действительно обслуживать, а, б, это еще одна статья дохода, нет, не так? А это, на самом деле, в первую очередь, это все-таки клиент-ориентированность, вот. Что касается, как бы, регионов, то я бы, наверное, в первую очередь так сказал, что мы туда, как бы, идем, вот, и там необходимо сделать свою инфраструктуру, вот, потому что потребитель, как бы, хочет быть уверен, вот. В Москве он уверен почти там во всех 100% случаев, там есть, как бы, сервисы, вот, люди хорошо, как бы, знают действительно, как бы, свои права, вот, они умеют, как бы, и любят пользоваться, как бы, кредитными картами, вот. Это тоже возможно, да, уже важно, тоже важно. Кстати, вот, если сейчас уже времени не так много, это в следующей части, но, тем не менее, очень важно, мы поговорим о монетизации, то есть, как деньги-то, собственно, вы зарабатываете, да, и, конечно, очень важно всегда, если мы говорим об онлайн-варианте, то взаиморасчеты происходят, видимо, кредитками, да, в основном. В основном это кэш. В основном это кэш? Да, да. А как этот кэш появляет? Оказывается, в кармане-то вашем. Соответственно, расчет идет непосредственно при доставке курьером, либо, если это транспортная компания, то, когда клиент забирает товар на транспортной компании, либо в магазине, но сегодня, пока в России, именно кэш-деливери более распространен, и если мы смотрим там на американский рынок, на европейский рынок. Да, да, извини, пожалуйста, то есть опять речь идет о том, что это специфика российской действительности. Вы бы с удовольствием, я так предположу, рассчитывались в онлайн-варианте каком-нибудь. Да, это сильно сократило бы наши косты. Вот, вот, вот. Но вот, к сожалению, в России это не так принято. И в Москве в том числе, да? Я правильно понимаю, Николай? В Москве, на самом деле, процент безналичных оплат карточкам, естественно, как бы больше. Но, тем не менее, пока просто люди не понимают преимущества. Дело в том, что в Москве, там, в отличие от Америки, в отличие, как бы, от Европы, вот, доставляют курьеры самих интернет-магазинов, вот, которые проверяют товар, которые показывают, там, делают какие-то там минимальные объяснения, там, заполняют гарантийные талоны, вот. Если брать Европу, то, там, или Америку, это полностью аутсорсинговые транспортные компании, вот, курьеры просто-напросто доставляют посылку, они не знают, сколько это стоит. Меня попросили привезти, да, вот я привез. А это, кстати, вариант-то худший, мне кажется, ну, с точки зрения моего, конечно, потребителя, с точки зрения конечного потребителя, это худший вариант. При массовых продуктах и при большой культуре потребления, это, на самом деле, примерно, как бы, одно и то же. Ну, все равно, если мы говорим о том, что компания клиент-ориентированная, мне приятнее гораздо, да, что человек пришел, развернул, показал, да, научил, как пользоваться, еще, может быть, есть какую-то контрольную закупку. Если мы посмотрим на e-commerce, то единственный личный контакт, лицом к лицу, который происходит в нашем бизнесе, это как раз контакт, когда к вам приезжает курьер. Поэтому важно, чтобы курьер был красивый, опрятный, знал товар, умел заполнять гарантийный талон, умел вежливо ответить, и когда уходил, там оставил классные впечатления. Да, да, и у меня ощущение, что я обязательно обращусь или посоветую, да, что тоже важно эту компанию. Хорошо, значит, сейчас еще раз прервемся, послушаем новости, потом продолжим рассказать. Ну что ж, последняя часть эфира, последние 12 минуточек, вот мы сейчас, пока были новости, посетовали уже на это, оказывается, время-то скоротечно, и много еще хотелось бы обсудить, но да ладно. Уже хорошо и то, что мы успели сегодня с вами пообсуждать, о чем успели поговорить. Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в эфире Финам-ФМ Виктор Кузнецов и Николай Гудовских, основатели и акционеры компании всеинструменты.ру, а говорим мы о сегменте, который представлен их, прежде всего, компанией на российском рынке, сегменте товаров DIY, это, собственно, обозначает, как сделай сам, да, все, что касается сделай сам. Ну, самое интересное, извините, да, где деньги-то, как деньги зарабатываются, все хорошо, да, клиент ориентированный, у вас есть, значит, корпоративная культура, этика, да, у вас есть даже пафосные манифесты такие, да, сделай мир ярче, сделай жизнь лучше, ну и так далее, а деньги-то где, все, я не соглашусь, все равно, как бы вы благородно вперед не смотрели, все равно, что для вас деньги не имеют никакого значения, это же бизнес. Виктор. Безусловно, достаточно важно понимать, как компания будет капитализироваться, и если мы говорим сегодня про e-commerce, и в частности про все инструменты.ру, то в первую очередь это рост, то есть компания растет, компания агрессивно развивается, и сейчас мы вкладываем, вкладываем в капитализируемые затраты. А нет. Операционно компания, конечно, прибыльна, но если мы говорим про тот рост, который идет, невозможно быть прибыльным. Мы можем посмотреть с вами на пример Амазона, то, как активно Амазон рос, сколько в него вкладывалось. Пока он начал получать отдачу. То есть должно пройти время. То есть у вас сейчас вот этот период роста, еще когда вы на лаврах не почиваете, а только вкладываетесь, вкладываем, вкладываем. Мы надеемся, что это будет еще долгий период. Я думаю, сейчас на всем рынке. Интернет-рынке действительно такой период роста. Естественно, любая интернет-компания это оптимизация затрат не за счет клиента. Это, естественно, также очень важно. И можно сказать, что за последние пять лет мы очень сильно продвинулись вперед. Тем не менее, смотрите, я так представляю, по крайней мере, примерно, как монетизируются услуги ваши, как люди зарабатывают, имея онлайн-магазины. В какой момент, где ваша маржа? Николай. На самом деле, Олег, наша маржа, в первую очередь, это зависит от оборота. То есть, мы не зарабатываем на продаже. На каждой конкретной, да, на каждой конкретной вещи вы не зарабатываете. Да, то есть, мы зарабатываем за счет того, что наша структура позволяет прокачивать действительно большой оборот, и мы минимизируем наши издержки. То есть, мы не стараемся держать много товаров как бы на наших складах. Наши курьеры там ездят, грубо говоря, там не в три точки за день, а в 20-30. 20-30. Получая за это те же самые деньги. Да. Ну, может быть, немного больше. Немножко больше. Тем не менее. Ну, то есть, вы их тоже пощаете каким-то образом, да, потому что, да, три точки он сегодня сделал или 23, это же разница огромная. Ну, мы должны ему сами помочь, как на самом деле. То есть, мы должны ему сами помочь, то и мы должны простимулировать его. Чем можно простимулировать? Ну, помимо... Безусловно, там мотивация должна идти от результата. Если мы говорим про курьеров, то это достаточно жесткий чек-лист. Ну, жесткий, но понятный, конкретный. И количество точек, количество сделанных заказов. Кстати, вот еще раз я подчеркну, да, курьер это ваш сотрудник, он работает на вашу компанию, это не аутсорсинг все-таки, да? То есть, он непосредственно заинтересован, а, чтобы вы больше продавали, б, чтобы он больше доставлял, потому что на круг у него получится больше заработка. Правильно? Я понимаю. Да, пока курьеры это полностью ин-хаус. Ин-хаус. Ну, на самом деле, мы действительно довольны как бы этим решением, вот, потому что курьеры это, ну, это не просто курьер там, грубо говоря, который доставляет, вот, на самом деле, курьеры проходят довольно-таки жесткий отбор, вот, курьеры проводят как бы обучение, вот, как ни странно, то есть не обучение, как... Ну, у нас, я с тобой согласен, сейчас, если можно поподробнее об этом расскажу, просто я хотел, я хотел вступление такое сделать, ну, такой есть стереотип, видимо, да, что такой, что курьер это такой, какой-то вот там, сомнительный персонаж, да, задачи у него минимальные, он может быть кем угодно, есть был такой смешной фильм, еще помните, да, про мальчика, который там мучился, институт не поступил, в армию его сейчас заберут, ну, где вот отсидеться там, да, чтобы не сидеть. Я даже добавлю, у нас курьеры это не курьеры, это менеджеры отдела доставки. Вот, я хотел сказать, может быть, есть смысл, да, и переименовать эту профессию, уж курьер неубедительно, а менеджер отдела доставки, это серьезно, это действительно так. Ну, так вот, очень интересно, да, ты говоришь, мы проводим, мы, во-первых, подбираем, по каким критериям курьер подбирается, мы проводим обучение, чему вы учите его? Ну, на самом деле, что касается подбора, то, как заметил, как бы, Виктор, нам очень важно, чтобы люди разделяли нашу корпоративную культуру, вот, то есть, большей частью менеджеры по доставке товара у нас, вот, это люди, не которые, грубо говоря, там, работали курьерами, вот, а которые также, так или иначе знают инструмент, как бы, любят инструмент, это, большей частью, там, молодые, ребята, либо молодые духом ребята, в возрасте, там, там, 35 лет, вот, и мы работаем, как бы, действительно, одной командой, вы же сами, отлично понимаете, ну, предположим, пробка, вот, и, на самом деле, курьер понимает, я почему-то вдруг подумал сейчас, время, что еще, предположим, пробка, и я вспомнил, что у меня через время ехать домой, а тут уже все стояло, давай, давай дальше, действительно, бывали случаи, то есть, когда мы понимали, что клиенту нужно срочно, вот, и при этом, там, клиенту нужно, причем, куда-то еще за МКАД, реально далеко, и, ужас, картинку ты рисуешь ужасную, хотя, с другой стороны, смотри, вы занимаетесь электроинструментами, наверняка у вас будет ноу-хауч какой-то, вы придумываете моторчик, который сможет, эту машину, или самого, этого менеджера отдела доставки, над МКАДом, просто вот так, вознести, ну, а сейчас, пока этого моторчика нет, как вы справляетесь с проблемой? это, на самом деле, именно команда, вот, это, в первую очередь, человеческий фактор, то есть, грубо говоря, курьер, может сказать, пробка, с точки зрения логики, у нас бывали действительно случаи, представляете, там, пятница вечер вроде, ну, представляете, что значит выехать из Москвы по шоссе, вот, и действительно, там, люди ехали, там, в течение, там, четырех часов, там, мои коллеги, вот, доставляли, грубо говоря, товар в 2-3 часа ночи, вот, честно, то есть, с точки зрения, как бы, логики, там, заработка денег, это не оптимальный вариант, им проще, там, там, 10 точек, там, в центре Москвы за это время, вот, это действительно команда, это то, что, там, не купишь за деньги, и почему у нас такие люди, ну, то есть, вот, этот пример, о котором ты рассказал, да, говорит именно о том, что на первом месте, да, невозможность заработать, там, любимыми средствами, а это, ну, как такое сопереживание общему делу, что ли, да, то есть, человек, который сидит в пробке и понимает, что, да, этот заказ, он доставит только, там, глубоко за полночь, ну, не только я, там, да, потеряю какие-то деньги, но главное, что это репутационный риск для моей компании, правильно, для моих, там, я не знаю, партнеров, коллег, вот это вот важно, правильно? Да, и на самом деле, мы с Виктором, бывает, доставляем, но такие случаи тоже, вот, сейчас там они уже, там, к счастью, реже. Ну, да, вы же все-таки крутые, вы же акционеры, это уже не царское дело. Нет, вы знаете, вот как раз очень важно, чтобы руководители, они очень хорошо понимали вот эту последнюю милю и весь процесс продажи, то есть, если мы говорим про личный контакт клиента, а я сказал, что единственный личный контакт клиента, это курьер, это как раз работа менеджера отдела доставки, ее нужно делать, чтобы понимать, что там можно улучшить, чтобы пообщаться с клиентом, лучше его понять, и вот сам вот этот вот процесс улучшить. Также работа колл-центра, то есть, работа колл-центра, это первый и единственный аудиоконтакт, да, И тут тоже очень важно знать, какие можно дополнительные вещи вводить, что еще клиенту нужно. Ты хочешь сказать, что вы порой не брезгуете и телефонную трубку поднять? Не то, что не брезгуем, это обязательно. Обязательно, раз квартал, нужно на полчасика погрузиться в колл-центр, пообщаться с клиентом, зарядиться, вспомнить. То есть к реалиям, вернуться к реалиям. Да, это самое плохое, когда люди, руководители уходят от реалиев. Потому что основное наше, что мы делаем, мы как раз помогаем клиентам, принимаем заказы, доставляем заказы. И вот этот процесс должен постоянно, постоянно улучшаться, мы должны постоянно понимать, что важно для клиента и, соответственно, в этом направлении двигаться. То есть время в тонусе держать. Ну это здорово, на самом деле, очень хорошо. Мне очень приятно, что я от вас это слышу, понимаете, потому что это значит, что вы действительно реально стоите, смотрите на вещи, это реально. И еще один момент, я надеюсь, вы со мной согласитесь, личный пример, да, все-таки это тоже вещь такая. Когда руководитель, вот он может и позвонить, он может и доставить, если это необходимо и так далее. Олег, однозначно, да, то есть здесь лидерство, особенно в России, если ты лидер, ты должен подавать пример своими действиями. Иначе проповедовать ценности, которые сам не разделяешь, люди очень чутко чувствуют фальшь. В этом плане я, как SEO-компании, достаточно хорошо знаю практически лично процентов 80 всех курьеров поименно. Хотя у нас их там более 40 процентов 80, холдовщиков поименно, хотя их там... Тоже достаточное количество, я предполагаю, конечно. Не, ну это здорово, это здорово. Молодцы. Но здесь еще, конечно, такой фактор, то, что многие, кто приходят в компанию, они достаточно погружаются и долгое время работают в компании. Ну, это, да, это факт, но это результат того, да, как выстраивается вот эта вот корпоративная политика. Мы же об этом тоже много сегодня говорим. Корпоративная политика. И причем опять, да, что такое корпоративная политика, еще раз уж я повторю, это не, я не знаю, это не перечень, да, действий, которые надо делать. Это, прежде всего, личный пример, да, вот эта атмосфера, эта аура, откуда она появляется. Правильно, да, Николай говорит, невозможно проповедовать что-то, не, соответственно, не участвовать в этом процессе. И сказать, ребята, вот так надо делать, а я пошел домой. Безусловно. Посмотрите на компанию, и вы поймете, какой у него руководитель. Посмотрите на руководителя, и вы поймете, какая компания. Абсолютно верно с тобой. Абсолютно с тобой согласен. Здорово. Здорово. Друзья, ну, время, к сожалению, неумолимо осталось чуть больше минутки. Давайте мы так, напоследок, что называется, для нашего эфира. Ну, я бы традиционно, может быть, спросил у вас, как вы видите, перспективы развития вашей конкретной, может быть, компании. И, в целом, все-таки, вот этого сегмента рынка, именно то, о чем мы сегодня говорим. Если мы говорим про e-commerce, то мы считаем, что перспективы достаточно большие. Мы видим, что по всем исследованиям процент онлайна от оффлайна, он минимальный. То есть, там, 1,6%, 1,6%. В то время, как в Америке это 7%, в Европе, там, в Англии доходит 12%. Ну, есть куда расти, уже. Да, есть куда расти. А в целом рынок, да, Николай, в целом. Что касается, как бы, нашего DIY рынка, мы видим то, что, к сожалению, там, у нас вообще много инфраструктуры в России еще, как бы, строить и строить. То есть, неохваченные поляны все-таки. Да, поэтому, когда, там, приезжают наши, там, немецкие, американские, там, французские, там, партнеры, поставщики, они просто в шоке. Они понимают, что в России, там, может быть, там, проще, там, 30, там, или 50% жилого фонда просто-напросто снести, как бы, отстроить заново. Вот, то есть, ну, мы видим, что, действительно, наши люди, там, наши статистические, там, достойны жить лучше, и, там, мы в этом поможем, вот. Вот, вот это главное, спасибо, спасибо, Николай, да. И это главное, и мы в этом поможем, ну, как минимум, вы-то точно, потому что занимаетесь очень полезными вещами. Спасибо вам огромное, что нашли время сегодня посетить нашу студию. Я напомню, уважаемые слушатели, сегодня в гостях у меня были Виктор Кузнецов и Николай Гудовских, основатели и акционеры компании «Всеинструменты.ру». Говорили мы о сегменте DIY, то есть «Сделай сам», который представлен на российском рынке. Что ж, есть куда двигаться, и это самое главное, это самая оптимистичная идея сегодняшней программы. Спасибо огромное вам. Спасибо, Олег. Спасибо вам, слушатели, за внимание. Всего хорошего. Спасибо.